МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на своём, в студии Роман Выстараб. И вот, что вас ожидает в этом выпуске. Решение важных вопросов онлайн. Родительские чаты – это зло или удобство? Репортаж Екатерины Сегида. Борьба за любовь. К чему привела ревность жителя Невиномыска? И здравствуй, школа! В Ставрополе откроется новое учебное заведение. Подробности расскажем далее. Ставрополь вошло в число 13 регионов России, которые получат финансирование на возведение модульных отелей, глэмпингов. Такое решение приняли на заседании правительства страны под председательством Михаила Мишустина. Всего на территории края до конца 2024 года установят 175 домиков на 300 мест. Об этом написал Владимир Владимиров в своём телеграм-канале. Губернатор отметил, что возведение глэмпингов поможет развитию экотуризма на Ставрополье. В Ставрополе прошёл галоконцерт фестиваля патриотической песни «Родники». На конкурс подали 11 тысяч заявок из 75 регионов России. Члены жюри, в число которых входят известные и профессиональные музыканты, поэты, певцы и актёры, выбирали 28 номинантов для участия в финальном галоконцерте конкурса. Участники боролись за призы в пяти номинациях «Исполнение», «Текст песни», «Музыка», «Песня» и «Аранжировка». Победители конкурса выбрали и зрители во время прямой трансляции. Призовой фонд конкурса «Патриотической песни «Родники»» – 3 миллиона рублей. Эту сумму на дальнейшее развитие таланта и реализацию творческих проектов разделят между победителями конкурса «Родники» 2022 и 2023 года. Участники кастинга в Железноводске не оставили членов жюри равнодушными. В городе-курорте прошёл очередной день проб на роли в первом народном фильме «Южные стражи». Профессиональная комиссия вживалась в роли вместе с жителями. И если одних участников привлёк новый опыт, другие сознательно решили стать частью большого патриотического проекта. Ну, опыт, да, небольшой. Вице-адмирал Черноморского флота. В сериале «Десять дней до весны». Режиссёр Ким Дружинин. Вот тоже о крымских событиях, о том, как крымский наш полуостров возвращался в родную гавань. Узнал, что фильм патриотического направления, поэтому посчитал своим долгом участвовать. Вот я, сколько себе помню, мечтала сняться в каком-то большом кино. Вообще неважно в какой роли, главное просто сыграть эмоции. Впервые в городском дворце культуры проходит кастинг. Тем более, что тематика съёмок очень серьёзная. Я считаю, что новейшая история России должна ярко показываться на телеэкранах страны. И я благодарна, что наше Ставропольское телевидение снимает такой фильм. Потрясающий город Железноводск. Мало того, что тут прекрасный курорт, так это ещё и город театральной какой-то просто культуры невероятной. Мы буквально только начали, час где-то мы и работаем. И тут такие приходят просто. Ну вы посмотрите, в общем. Мы прям радуемся, что сюда приехали. Итоги кастинга будут известны уже 29 сентября. Следите за нашими новостями. Поговорить о важном, задать любые вопросы, получить открытые ответы смогла молодёжь Ставрополя на встрече с участником спецоперации. В родной край во время отпуска вернулся Роберт. Парень учился в третьей школе села Дивного и только в этом году окончил Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. 29 апреля Роберта досрочно выпустили из академии и распределили в Кантемировскую танковую дивизию. 12 июня он отправился в зону СВО старшим офицером артиллерийской батареи и стал её командиром. Сейчас во время отпуска вернулся на Ставрополье и пообщался с земляками. Я, честно сказать, быстро влился. Готовился морально, это психологически тоже был определённый подход ко всему этому. Ещё пока за время пребывания прям таких сильных подвигов не было, но поражаем артиллерией противника. Мы пытаемся его сдвинуть со своих позиций, ну и привести победу скорее. Молодые ставропольцы задавали бойцу разные вопросы, и на каждый из них Роберт отвечал. В зоне СВО всегда страшно, но ко всему привыкаешь. В подчинении у Ставропольца 43 бойца. Большая часть из них мобилизованные. Грубо говоря, как дома. Такая же атмосфера, все родные люди стали как бы всем подразделением, одной целой семьёй. Постоянно друг за другом все следим, смотрим, переживаем друг о друге, как о своей семье. В Сочи в 2024 году пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи. Участниками станут 20 тысяч молодых людей. Главная цель фестиваля – развитие международного сотрудничества. Участники обменяются мнениями по вопросам международной повестки и перспективам развития молодёжного движения в разных регионах мира. Молодёжь мира, молодёжь нашей страны встретится на тех площадках, где 10 лет назад мы провели одно из лучших олимпийских зимних игр. Что говорят студенты, что нас объединяет, молодёжь? Молодёжь объединяет культура. Мы хотим познавать друг друга через музыку, через искусство, через танцы, когда мы учимся друг у друга. Мы говорим на одном языке. Мы хотим знать, что смотрит сегодня молодёжь, что слушает в разных странах мира. И мы хотим приобщать друг друга к этой культуре. В Северокавказском федеральном университете открыли центр Всемирного фестиваля молодёжи. Там подготовят 115 добровольцев, которые будут встречать и сопровождать гостей из других стран. Чтобы волонтёрская практика была эффективной, научат коммуникации с людьми управлять большим потоком людей и другим полезным навыкам. Есть много ребят, которые волонтёрят на различных мероприятиях, различного уровня университета, края России. Но так грамотно иностранцам преподнести информацию, которую мы хотим, и правильно встретить их, этому тоже надо поучиться. Поэтому центр – это максимальное развитие не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Минсельхоз Ставрополя предлагает компенсировать аграриям разницу стоимости горюче-смазочных материалов из бюджета края. Об этом в том числе говорили на выездном совещании Совета Региональной Думы, которое провёл спикер Николай Великдань. Депутаты осмотрели сельскохозяйственные и социальные объекты в Шпаковском округе и Ставрополе. Мероприятие прошло в преддверии работы над бюджетом будущего года. Депутатский корпус вместе с представителями профильных министерств посмотрели, как работают меры господдержки и наметили направления, на которые будут обращать внимание при формировании финансового документа. Это вопросы роста цен на горюче-смазочные материалы и ряд других тем, по которым сегодня даны губернаторам соответствующие поручения. Мы, безусловно, их прорабатываем. И вот с коллегами из депутатского корпуса в ближайшее время будем обсуждать, согласовывать. Парламентарии побывали на молочно-товарной ферме в селе Козинки, также посетили Северокавказский федеральный научный аграрный центр. На ферме показали коровники, автоматизированный доильный зал, синик и телячью деревню. В аграрном центре депутатам представили перспективные сорта озимой пшеницы, яровых колоссовых культур, кормовых и лекарственных трав. После участники посетили совещание, где обсудили вопросы развития сельского хозяйства, сферы образования. Все озвученные предложения обобщат и направят в профильные ведомства. На молочно-товарной ферме уже нам задают вопросы. Помогите нам ослабить и чуть-чуть увеличить на 20% по приобретению полного пауза. Обязательно посмотреть компенсации затрат на увеличение стоимости строительных материалов, для строительства расширения ферм и так далее. Наука говорит, нам необходимо, чтобы мы в кратчайшие сроки могли себя обновить, лаборатории, техника. Но что касается социальных вопросов, здесь пласт просто не пахнет. Вот это на что мы будем обращать внимание. И про формирование бюджета. Все депутаты совместно с правительством, совместно с Министерством финансов будут прорабатывать вопросы, на что обратить внимание, какие деньги на средства выделить. И с предложением будут выходить на губернатор. 17 сентября в 194 странах проходит Всемирный день безопасности пациентов. Сотрудники медучреждений считают, что это главный принцип оказания медицинской помощи. В России в этом году акцент сделан на вовлечении пациентов для улучшения показателей безопасности, повысить ее способные общения и сотрудничество медработников с пациентами. Это позволит обменяться мнениями и проследить, как меняется качество медицинской помощи. Начиная от момента разработки лекарственного препарата фармпромышленности, его выпуска, его доставки в сеть аптечную и уже заканчивая тем, как этот препарат отдаленно влияет на поколения последующие после тех пациентов, которые принимали. Это все, конечно же, безопасность медицинской деятельности, которую нужно оценивать постоянно с учетом мнений пациентов. Теперь к происшествиям. Полицейские Михайловска разыскали водителя, который насмерть сбил пешехода. Накануне вечером неизвестный наехал на 43-летнего мужчину, который предположительно стоял на проезжей части и скрылся, не оказав помощи умирающему. Скорую вызвали другие водители, но было поздно. Пешеход умер. Предполагаемый виновник – 39-летний мужчина. Он пояснил, что было темно, и пешехода не заметил, подумав, что наехал на камень. Проводится проверка. О других ЧП в оперативной сводке. Нелегальный табак. 54-летний бизнесмен из Буденновского округа приобрел 80 тысяч пачек сигарет и планировал продавать. Все бы ничего, только специальной марки на товаре не было. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли контрафактные табачные изделия на общую сумму около 9 миллионов рублей. Предприниматель попал под уголовную статью. Фатальная ревность в Невиномыске. Мужчина приревновал свою сожительницу к знакомому. Началась ссора. Ставрополец решил убрать соперника ударом ножом в живот. Пострадавший скончался на месте. Как сообщили в Краевом следкоме, подозреваемый под стражей. Проводится расследование. Опрометчивый поступок вселили в Акумском. Прохожий заметили пьяного мотоциклиста и сообщили в полицию. Инспекторы ГИБДД остановили нарушителя. Уже в патрульной машине медосвидетельствование подтвердило. Водитель сильно пьян. К тому же выяснилось, что прав у 47-летнего мужчины нет. Составлен протокол. Злоумышленника посадили на 15 суток. На этом первая часть нашего выпуска подошла к концу. Оставайтесь с нами, потому что впереди еще много всего интересного. Решение важных вопросов онлайн. Родительские чаты – это зло или удобство? Репортаж Екатерины Сегида. По всем канонам, как провожают пожарных на пенсию. И здравствуй, школа. В Ставрополе откроется новое учебное заведение. Подробности расскажем далее. А сейчас новость, о которой сотрудникам нашего телеканала очень тяжело говорить. 15 сентября ушла из жизни наш талантливый продюсер и замечательный человек Наталья Гиль. Наташа бралась за самые сложные и ответственные телепроекты. Могла организовать интервью даже с самым несговорчивым спикером. Была надежным другом для всего коллектива. Веселая, улыбчивая, доброжелательная. Наталья мужественно боролась с тяжелой болезнью. И до последнего дня сохраняла бодрость духа. Это невосполнимая потеря для нашего телеканала и для всех тех, кто ее знал. У Наташи остались муж и трое детей. Ей было 43 года. Когда ребенок начинает ходить в детский сад или школу, жизнь родителей меняется кардинально. В том числе из-за того, что в их будни плотно внедряются родительские чаты. Удалиться нельзя, ведь там решаются важные вопросы относительно ваших детей. Но помимо этого есть и огромное количество ненужных сообщений, которые попросту отвлекают отдел. С какими историями в переписке сталкиваются некоторые родители и можно ли победить в этой бесконечной схватке? Екатерина Сегида все выяснила. Десятки уведомлений, нелепые картинки, поздравления с праздниками, споры ни о чем и сборы денег. Все это хорошо знакомо практически каждому современному родителю. Речь о родительских чатах. Безусловно, это очень удобное изобретение, которое помогает оперативно информировать о важном и решать вопросы. Но на практике родительские чаты часто превращаются в километровую ленту болтовни. Безкультурная речь, слишком активное отстаивание своей позиции, переход на личности, оскорбления, угрозы. Бывало даже, что мама, находясь дома у себя на кухне, обсуждая какой-то вопрос, ничего предложить не может. Но предложение других родителей ее не устраивает полностью и она до истерик отстаивает свою точку зрения. Если информация там дается как-то дозированно, то есть она только по делу, то тогда да, они имеют место быть. Но если же там начинаются какие-то личные обсуждения, а все это отвлекает от работы... Нередко в переписках возникают конфликты, с чем однажды столкнулась и Мария. Ее сыну 4 года, он ходит в детский сад. Во время игры мальчик повздорил с другим ребенком и ударил его. За это в родительском чате на Марию буквально напали другие мамы. Эту ситуацию девушка обсудила с психологом. Вместо того, чтобы написать мне в личное сообщение, все обсудить, это все вынеслось на общее обсуждение. Я почувствовала себя, как будто бы меня выставили, поставили у доски и заставили оправдываться, оправдывать поведение своего 4-летнего сына, хотя ничего сверхъестественного не случилось. То есть там не было крови, не было синяков. Держать себя в руках, когда на тебя нападают 10 взрослых человек, очень сложно. Я максимально вежливо старалась отвечать. Психологи объясняют такое поведение людей в переписках ощущением анонимности. Вот я вас вижу, да? Я вижу ваши эмоции. Я считываю вашу мимику, вашу интонацию, того текста, который вы говорите. Я вас чувствую. Там в интернете этого нет. Там некий объект. И люди начинают больше проявлять смелости, которые в жизни при встрече они вам не скажут. И даже проявляют агрессию. Разрешать конфликты психологи рекомендуют в личных сообщениях, а еще лучше при личной встрече. Специфика, характер общения в родительских чатах отражает состояние конкретного общества в данное время. Если в чатах преобладает негативная тональность, иногда грубость, неконструктив, то это отражение состояния общества, к сожалению. И об этом надо задумываться. Чтобы сохранить свои нервы и сделать общение в чате комфортным для всех, достаточно просто следовать ряду несложных правил. Выберите администратора чата. Определить его лучше очно на родительском собрании. Администратор будет мониторить сообщения участников, вовремя реагировать на негативную и лишнюю информацию. Обозначьте цели. Каждому родителю должно быть понятно, для чего конкретно создан чат. А именно для прояснения важной информации и коллективного принятия решений в сжатые сроки. Введите правила. Они должны быть эффективными для группы и отвечать ее целям. Нарушители могут быть исключены после ряда предупреждений. Не забывайте о вежливости. Прежде чем писать что-либо в чат, подумайте о том, смогли бы вы сказать то же самое лично или на родительском собрании. Соблюдайте сетевой этикет. Информация в одном цельном письме воспринимается гораздо лучше и не загружает чат. Обсуждайте сложные и спорные вопросы офлайн. Если у вас возник конфликт с кем-то из участников чата, при личной встрече вы гораздо быстрее и успешнее справитесь с разногласиями. Соблюдение этих правил точно поможет сделать общение более комфортным и цивилизованным. Вместо обсуждения поведения учителей, споров о подарках, конфликтов с другими родителями и пролистывания совершенно бесполезных картинок, лучше уделить время своим детям, себе и близким. Мы живем в очень хорошее время. Это раньше люди с вилами бросались друг на друга, чтобы доказать свою правоту. А сейчас любую проблему можно решить разговором, причем культурным разговором. Так что если вы хотите, чтобы ваши дети выросли адекватными и хорошими людьми, следите за каждым своим словом и действием. Ведь дети буквально копируют своих родителей. Ну а призывают к взаимовежливости Екатерина Сегеда, Наид Даниилян и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. На перекрестке Чапаевского проезда и улицы Чапаева, краевой столицы, обустроили дополнительную дорожную полосу протяженностью 145 метров. Работы провели, чтобы ускорить проезд автомобилей в часы пик. Участок дороги заасфальтировали, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Также на перекрестке перенастроили светофоры. О других новостях региона в нашем обзоре. В Ставрополе на улице Федеральной достраивают школу на 990 мест. В образовательном учреждении сейчас устанавливают мебель и оборудование. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории, сообщили в региональном инстрое. Дети приступят к занятиям в ноябре, когда начнется вторая четверть. Строительство школы проходит по НАСПроекту образования. В Невиномыске завершился ремонт дороги на улице Лермонтово. Специалисты обновили на отрезке покрытие проезжей части и тротуаров. Укрепили обочины и установили остановочные павильоны, сообщили в региональном индоре. Также на участке нанесли разметку. Работы провели по НАСПроекту безопасные качественные дороги. Завершается капитальный ремонт подавода между Красногвардейским и Ладовской балкой. Специалисты меняют около 9 километров подводящих сетей. Вместо старых труб там укладывают современные из полиэтилена, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Также там пробурили новые артезианские скважины. Работы проводят за счет субсидий из Фонда национального благосостояния. В сербской субботице прошел международный турнир по боксу «Золотая перчатка». За медали бились около сотни атлетов из 9 стран. Ставропольчанка Элиза Алексеева выступила в супертяжелой весовой категории свыше 81 килограмма. В финале девушка уступила победительнице молодежного Кубка мира из Сибири Софьи Охотниковой и завоевала серебро. И напоследок об интересных традициях. В пожарной охране есть давние обычаи смывать водой накопившейся за годы службы сажу и копоть с уходящего на заслуженный отдых. Так, в 8-й пожарно-спасательной части краевого МЧС на пенсию проводили пожарного Сергея Селюкова. Он 20 лет боролся с огненной стихией. И, как полагается, одетого в боевку, мужчину облили водой из пожарных стволов. После этого коллеги поздравили Сергея, пожелали ему крепкого здоровья и успехов, а на память подарили велосипед, о котором Сергей давно мечтал. На этом у нас все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте stv24.tv. Также заходите на наши социальные сети, там тоже много всего интересного. Пишите нам на номер 8-928-358-70. Ну, а я же с вами прощаюсь. С вами был Роман Выстров. Далее прогноз погоды на своем ТВ. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на субботу, 16 сентября. В день города Ставрополя и день края вот такая погода нас ожидает. В Ставрополе дождь, ну, конечно, такое себе, но прогулкам и активностям это не помешает. Днем плюс 21, ветер три метра в секунду. Дождь также в изобильном, а в Невиномысске и Минеральных водах просто облачно с прояснениями. Световой день 12 часов 32 минуты, ультрафиолет низкий, магнитное поле спокойное. На Кавминводах просто обычный осенний день. Облачно с прояснениями, прохладно и без осадков. Кисловод-Железноводск днем плюс 21, Несендуки плюс 22, в Пятигорске плюс 23. На Курортах ветер 3-4 метра в секунду. Северо-восток края, вот там уж осадки так осадки. Холодно выпатывает дивным, ливни днем плюс 18, ветер 3 метра в секунду. И на востоке края тоже ливни, но потеплее. Плюс 22 в Нефтекумске и плюс 20 в Буденовске. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова